В интернете у вас очень много фоток с собаками. Это все ваше? О, я собачница. А собака поводырь была когда-нибудь? Да-да-да, она у нас была, 13 лет прожила, и год назад мы ее проводили. Лабрадор, наверное? Да, лабрадор. Потрясающе. Такое своенравное было животное. Не будем говорить животное, личное своенравное. Он много что вытворял у нас, и я в книге это отразила, я ему целую главу посвятила, называется Реджи. Так, если все готовы, поехали. Здравствуйте! В эфире программа «Фактор жизни» и я, ее ведущий, Владимир Крупенников. Сегодня в выпуске. Какой должна быть идеальная коррекционная школа для детей с проблемами по зрению? Основная наша задача – это подготовить ребенка к будущей жизни. Конкурс «Леди ВОЗ». Я впервые зрячий человек узнал, что есть пуговица с ножкой. Чтобы девушки там пришили, я не знаю, какую сноровку надо иметь. Что вы знаете о Голболе? Игра происходит вслепую, максимально на слух. Честная и умная книга о жизни незрячего человека. Смотрите прямо сейчас. Сегодня у нас в студии доцент Южно-Уральского государственного университета, руководитель Центра внедрения и развития инклюзивных технологий, руководитель Черноморской экспедиции «Паруса духа» Юлия Шумова. Здравствуйте, Юлия. Добрый день. Юль, недавно вышла ваша книга, в которой описываете все прелести, в том числе жизни в интернате. И некоторые такие, насколько я понял, сцены довольно очень тяжелые. Это типичная картина, которую вы описали для таких заведений? Я думаю, в какой-то степени да. Потому что для того времени, я думаю, что это было типичное. Такая ситуация, и бытовой план, и воспитательные моменты, и взаимоотношения между детьми, и взаимоотношения с преподавателями. Я думаю, что это была типичная ситуация для закрытых обществ, для интернатских. Вот если обратить внимание, в моей книге есть, я рассуждаю по поводу вот такого непререкаемого авторитета педагога. Не вообще в принципе, а в то время, когда педагог это был, ну, почти бог, да, для ребенка. Это хорошо или плохо? Я думаю, что это плохо, с моей точки зрения. Потому что я всегда за индивидуальный подход, за развитие такого, скажем, индивидуализма, да, в человеке. А в то время это была такая уравниловка, да, когда воспитывали среднестатистического, стандартного советского гражданина. Не высовывайся, да, но и не проседай, да? Да, да. И у меня вот в книге как раз это красной нитью идет. Я тяготилась с этим. Ну, в результате вы пишете, что благодарны той закалке, которую получили, пребывая там. В конечном итоге, да. Вы знаете, вы говорите, я описываю, там бывает, что какие-то тяжелые такие моменты описываю. Это, безусловно, все было, это была школа. Не школа в плане образования, а школа жизни. И, конечно же, вот с позиции сегодняшних своих лет, я вот так оборачиваюсь, говорю, да, я прошла такую серьезную школу взаимоотношений, дружбы, выживания, понимания, самооценки себя, да, соотношений с обществом, уметь занять место в обществе, да, и так далее. Это все, конечно, мне дала школа. Как сложились судьбы ваших одноклассников? Судьбы сложились, безусловно, по-разному. Многие пошли получать то образование, которое, скажем так, наиболее популярно среди людей с нарушением зрения. Это массажисты. Кто-то нашел себя в учебно-производственных предприятиях, стали делать какие-то там детали для машин, для банок и прочее, прочее. То есть, и наши, конечно, интересы, к сожалению, резко разошлись. То есть, вот так вот, дороги наши разошлись, интересы разошлись. Многие вышли замуж, завели семьи. Я одна из самых последних, кто это сделал. Потому что у меня карьера стала на первый план. И только после того, как я, скажем, чего-то добилась в жизни, да, я подумала о семье и родила дочь. Всероссийское общество слепых и Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы провели конкурс среди девушек и женщин с инвалидностью по зрению «Леди ВОЗ». То есть, леди Всероссийского общества слепых. Мы пытаемся людей, ну, расшевелить, пытаемся их как-то вовлечь в какую-то активную жизнь, вытащить из дома, чтобы они почувствовали себя нужными, востребованными, чтобы они общались друг с другом, встречались, ознакомились. В основе выступления участниц конкурса – свобода самовыражения. Это позволило наиболее полно раскрыть все грани талантов девушек. И у нас были и стихи, которые женщины сами написали про себя, как они учились, как они работали. Кто-то видеоряд представил, кто-то танцевал. В общем, все здорово, все мы разные, все мы интересные, все мы увлекающиеся, кто-то в театре, кто-то учится. Что больше всего понравилось? Ну, конечно же, музыкальный конкурс. Почему? Потому что я себя могу проявить в нем в большей степени. Потому что это мое. Я закончила музыкальную школу с красным дипломом. Дальше у нас был интеллектуальный, мисс интеллектуальность конкурс назывался. Они отвечали на три вопроса по темам «Прекрасная образа в литературе и искусстве», «Современный этикет» и «Женский шарф». Болельщиков мужчин больше всего удивил конкурс, в котором незрячие и слабовидящие конкурсантки должны были правильно пришить пуговицы. На время. Я впервые, зрячий человек, узнал, что есть пуговица с ножкой. Вот как ее пришить? Это вот в дырочке можно одно. А это вот, чтобы девушки там пришили, это надо, я не знаю, какую сноровку надо иметь. Примечательно, что возраст участию в конкурсе не помеха. На одну сцену выходили как юные девушки, так и прекрасные в своих годах дамы. Во многих семьях, в основном у нас, конечно, пожилые, много людей, они действительно находятся в таком сложном положении детям и внукам, некогда с ними общаться. А здесь как-то они выражают свои чувства, свои эмоции, свои лучшие качества. К поздравлению участниц конкурса присоединился депутат Государственной Думы Олег Смолин. Я думаю, что женщины Всероссийского общества слепых могли бы стать украшением любого конкурса. В особенности, когда речь идет не только о красоте, но и об интеллекте, о женственности, о доброте и прочих замечательных качествах, за которые мы так ценим наших женщин. Частый гость нашей студии Олег Николаевич Смолин прошел, в общем, такой же путь интерната. И он всегда очень положительно отзывался о том советском воспитании и о том советском образовании, которое он получил и является, в общем-то, сторонником сохранения коррекционных школ. Насколько я понимаю, у вас больше идеи, склоняетесь больше к идее инклюзии. Да, безусловно, я больше к инклюзии. То есть коррекционность... Инклюзивная школа с такими серьезными нарушениями людей по зрению не сможет, мне кажется, дать того образование. Все-таки там работа коррекционных педагогов, все вот эти вот специфические предметы, систему Брайля и так далее, и так далее. Когда, обучаясь по инклюзивной методике, человеку всем этим заниматься? Ну, здесь я не совсем соглашусь, сейчас я объясню. Значит, коррекционные школы, с моей точки зрения, они должны оставаться, но и в меньшей количестве, в котором они существуют сейчас. И в основном, конечно же, для тех детей, да, с нарушениями, с которыми будет, допустим, сложно обучаться в обычных школах. И зрение сюда не относится. То есть это, например, дети с ментальными нарушениями, да, возможно. Или, например, дети с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата, лежачие, к примеру, да, возможно. Но зрения нет. Это абсолютно та нозология, которую, как показала практика, вот, вполне себя может найти в обычном коллективе. Что касается подготовки педагогов, и вот вы сказали Брайль, да, то у нас сегодня, скажем, ничего такого невозможного нет, чтобы внедрить эту технологию в обычную школу, да. Тифло-педагог тут достаточно даже, ну, там, несколько на школу или даже одного. И у нас сегодня тенденция идет к тому, что почти каждый ребенок свободно владеет компьютерными технологиями. Поэтому Брайль отходит уже на задний план. Он, безусловно, важен и он должен оставаться, да, потому что, скажем, для того, чтобы, может быть, уровень грамотности именно по русскому языку соблюсти, потому что если мы читаем руками слова, то есть читаем текст, да, или мы его на слух воспринимаем, это разные вещи. Но в плане фиксации материала вполне компьютер сегодня, он более, скажем... Универсальный. Универсальный, удобный. Конечно, на самом деле самое главное, что у человека должен быть выбор. У ребенка и его родителей, по какой системе ему комфортнее обучаться, там он и должен обучаться, потому что, действительно, мнения разные существуют. Сразу отмечу, что наши дети не замкнуты. То есть у нас не закрытая система, у нас система открытая. И основная наша задача – это подготовить ребенка к будущей жизни, чтобы ребенок был конкурентно способен. Когда попадаешь в школу-интернат номер один для обучения и реабилитации слепых, то первое, чему поражаешься, это с какой уверенностью учащиеся самостоятельно поднимаются по лестнице, пересекают длинный коридор, безошибочно ориентируются в классе. За этой легкостью и уверенностью в движениях стоит большая работа, которая начинается с первых дней, как только ученик переступает порог до школьного отделения. Первоначально это, конечно, науки социально-бытовой ориентировки. Дети учатся одеваться, раздеваться, складывать одежду, заправлять кроватки. Также учатся ухаживать за вещами, причесываться. И, конечно, наукам гигиены – это умываться, зубы чистить. В начальной школе дети приобретают навыки и умения, связанные с учебой. Мы учимся ориентироваться в пособие, которое называется «Математическая коробка». Это коррекционное занятие у нас идет по развитию представлений о предметах окружающих и ориентировке в малом пространстве. Далее в начальной школе индивидуально занимаются с ребенком по ориентировке в пространстве школы, то есть внутри здания. Постепенно-постепенно ребенок, получая навыки, учится ориентироваться в пространстве улицы. Ну, где-то в девятом классе, если ребенок овладел определенными навыками, он имеет право сдать зачет по ориентировке. Если зачет сдан, то, в согласии родителей, ребенок может один, свободно выходить из школы и ехать домой. С утра у всех занятия в классах. Изучение общеобразовательных предметов точно таких же, как в обычной школе. И мечты о поступлении в университеты у ребят такие же, как и у зрячих. Хочу стать учителем биологии в нашу школу, работать, пойти по возможности. Я, возможно, пойду в юрисдикцию на адвокатуру. Я, в принципе, на фортепиано игра, поэтому я думаю, что с фортепианом буду как-то связан. Наши дети поступают в Московский государственный университет, на лингвистические факультеты, в Московский государственный психолого-педагогический университет, в Московский государственный педагогический университет, в Московский педагогический государственный университет. Многие поступают в музыкальные вузы, ведь музыкой в этой школе увлечены почти всем. Музыка помогает душе, может быть, повышает настроение, вот как у меня, так и у многих ребят. Помогает преодолеть грусть, может, что-то даже пережить серьезное. Наша задача, конечно, создать особый мир для детей, чтобы им было здесь комфортно, поскольку многие живут пять дней, для них это, наверное, даже первый день. Но с другой стороны, нам нельзя забывать, что рано или поздно они покинут этот идеальный мир, в кавычках, да, вот, и выйдут в жизнь, поэтому они должны знать все про мир, который закон. Поэтому мы активно сотрудничаем со школами, с обычными школами, общообразователями. Мы проводим КВН, мы проводим встречи. Инклюзия бывает не только в образовании, но бывает инклюзия второй половины дня. Инклюзия, может быть, сказать, общение. Чтобы дети общались между собой, чтобы они участвовали в коллективных творческих делах и чтобы понимали друг друга. А что за проект «Парусадуха»? «Парусадуха» — это уникальный проект, мой любимый проект, мое любимое хобби, которое сегодня у меня в жизни доминирует. Вот это занятие парусным спортом, инклюзивных команд с включением людей с ограниченными возможностями здоровья. То есть в обычной команде, совершенно здоровой, да, присутствуют люди с УВЗ, ну вот в частности, например, незрячие. Но выполняет там одну из самых таких важных функций — это управляет парусом. То есть берем на себя вот такую вот... А каким образом это происходит? По команде, да? Что-то тянете, что-то отпускаете? Я просто, честно говоря, никогда на парус не тянет. Вот, значит, на левом, на правом борту яхты. Наша задача, ну, во-первых, мы все подчиняемся до одного, подчиняемся шкиперу, капитану. Слушаем его команду. Моя задача, естественно, слушать команду и в точное время по его команде выполнить необходимый ряд действий. То есть сбросить шкод с левой, направо, с левого борта, да, перебежать на правый, это прям делается мгновенно, нащупать вот этот шкод, ну, я его нащупаю уже моментально, и набить парус, натянуть его и застопорить. Это отрабатывается как-то на суше, наверное, да? Ну, это отрабатывается... Нет, на суше бесполезно отрабатывать. И это все делается в действии. И я отрабатывала это сразу, то есть меня сразу бросили в пучину вот этих всех событий. Большая яхта вообще праздновала? Ну, ходим на разных, на крейсерских, на рикошетах, на лучиках, на одноместных. То есть классы яхт разные. А существует такой параспорт? Не хотелось туда никогда перейти? Параспорт, я опять возвращаюсь к своему принципу жизни. Нет, я не хочу в инвалидном обществе. Где лучше получается, там я и буду себя реализовывать. Пока у меня получается в обычном спорте, да, среди обычных людей, там я себя и буду реализовывать. Если поступит приложение в параспорт, я и там себя попробую. Немногие знают о спортивной игре голбол. Однако сами спортсмены считают, что это несправедливо и готовы многое рассказать о любимом виде спорта. Голбол на самом деле специальная игра, которая была создана именно для инвалидов по зрению, а не адаптированный вид спорта, как другие виды. Голбол уже давно входит в состав паралимпийской программы. А команда сборной России не просто активный участник всех мировых соревнований, но и многократный победитель разных турниров и чемпионатов. Заняв первое место чемпионата мира, досрочно отобрались на паралимпийские игры. Мы первая сборная команды России, которая получила первый путь в паралимпийские игры. Играли, выиграли и первые. У нас в мире можно выделить более шести команд, которые наравне с нами играют. У нас каждый чемпионат Европы, основной соперник Турции и Израиль тяжело проходит. И чемпионат мира еще тяжелее проходит, потому что в данном чемпионате участвует 12 сильнейших команд мира. То, что мы побеждаем, это не говорит, что происходит легко, а достаточно сложно даются победы. Но у нас сильная команда, грамотный тренер, и поэтому все у нас получается. Гол-бол – особенная игра. В ней много нюансов и сложностей. Много вопросов возникает у обывателей. Почему поле разлиновано? Почему игроки в темных очках? Почему нельзя скандировать кричалки, пока игроки забивают голы? Спортсмены на любые вопросы отвечают охотно и рады рассказывать о своем деле. Специальные очки, которые не просвечиваются никак. Они из толстого пластика. Чтобы все были на равных условиях? Да, но помимо очков еще заклеивают специальными наклейками, вот такими вот, чтобы максимально не допускать таких моментов, когда очки одеваются. Бывают моменты, что маленький скольчик какой-нибудь, маленькая щелочка все равно дает преимущество. Нас сразу предупредили, что есть некое правило поведения. Надо вести себя тихо. Это с чем связано? Это связано с тем, что игра происходит вслепую. Максимально на слух. То есть, как бы здесь доля интуиции тоже есть, но все максимально на слух. То есть, мяч, колокольчик. Но это не значит, что его слышно очень хорошо. Когда на расстоянии 18 метров противник замахивается, это можно услышать. Но когда начнется посторонний шум, ты можешь где-то не услышать, не дослушать. Даже банально, когда будет вражеская команда бросать мяч, достаточно ударить о пол, и все. Ты уже прослушал, откуда он полетел, куда он полетел. Кроме особенностей самой игры, есть масса нюансов преподавания этого спорта. Основа обучения – индивидуальный подход к каждому спортсмену. Инвалиды по зрению обладают очень многими сопутствующими заболеваниями. То есть, ну, психика, еще какие-то там части и так далее и тому подобное. Это индивидуальная тяжелая работа с каждым спортсменом вначале, чтобы его научить встать, научить лечь, научить двигаться. После того, как научил, он сам уже сам заинтересован, сам начинает заниматься самостоятельно и набирает навыки. Теперь мы можем к Блицу перейти, постараться кратко. Хорошо. Часто приходится отвечать на бестактные вопросы по поводу зрения. И вообще считаете вы их бестактными? Я считаю их бестактными, но задают их часто, к сожалению. Наше общество толерантно, по вашему мнению, к инвалидам? Я думаю, что мы движемся к тому, чтобы было толерантно, но пока нет. Что вкладывается в понятие отдых? В отдых в понятие вкладывается, ну, наверное, много что, да, и чувство вот этого свободы. Чувство, когда ты занимаешься... Свобода от чего? От рутины. От рутины. Когда ты занимаешься любимым каким-то делом, и ты чувствуешь, что вот этот груз накопленный, все сваливается, куда-то отваливается, как мешок с камнями, и вот в таком ты находишься. Ты принадлежишь себе, своему любимому занятию и тем людям, которые тебя окружают. Ваша любимая книга? Ой, мне их на самом деле много, я обожаю Толстого. И, ну, давайте возьмем из классики «Война и мир» и возьмем еще Лермонтова. Ваше любимое изречение, если таковое имеется? Тот, кто хочет, ищет возможности. Тот, кто не хочет, ищет причины. Спасибо огромное. Хочу вам пожелать от всех наших телезрителей успехов всегда оставаться такой жизнерадостной. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. По неофициальной статистике в России около полутора тысяч незрячих людей пользуются помощью собак-поводырей. Как и все остальные, они ходят в магазины и кафе, ездят на общественном транспорте и вызывают такси. В этот-то момент и начинаются проблемы. Наталью и ее лаборадора «Флая» не удивить отказами водителей. Слышат слово «собака» уже все. Мы не повезем, я не повезу собаку. У кого-то аллергия, кто-то боится, кто-то не хочет пачкать салон, хотя мы всегда с подстилкой. У каждого разные причины. Поэтому всегда приходится рассчитывать. Если куда-нибудь спешу, я понимаю, что полчаса нужно выделить на вызов такси. В службе социального такси ГУП «Мосгортранс» решили подготовить своих сотрудников к неожиданным встречам с четвероногими помощниками заранее и провели мастер-класс по общению, поведению, правам и обязанностям. У нас в стране, и в Москве в частности, эта служба только набирает обороты, поэтому мы приняли для себя решение с ними наладить плотное взаимодействие, чтобы в дальнейшем оказывать эту услугу без каких-либо нарушений законов, естественно, помогая и коксить нашим гражданам. Наталья Кузнецова, ее пес-поводырь «Флай» и представитель учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов» что называется на пальцах, разобрали ситуации, с которыми могут столкнуться водители социального такси. Мы понимаем, что люди отказывают в доступе или просят дополнительную плату за проезд, потому что они не знают, что такое «Собака-поводырь», не знают, что есть федеральный закон. Мы решили об этом рассказывать. У нас есть, как ни у кого другого, какой-то профессиональный опыт, квалификация. Мы знаем о собаках-поводырях на самом деле многое, и поэтому мы готовы этим опытом делиться и готовить сотрудников различных учреждений. Это не только такси, не только социальное такси. Тому, как общаться с такими клиентами, которых сопровождают собаки-поводыри. Флай с друзьями продемонстрировали, как должны перемещаться на такси воспитанные и уважающие себя собаки. Флай обычно не пристает, если, конечно, водитель не захочет его погладить. Он спокойно себя ведет. В машине он очень любит кататься на машине. Для него это вообще кайф. Во время встречи таксисты узнали, чего ждут от них люди с инвалидностью по зрению. То, что сегодня нам продемонстрировали, это, я считаю, атрибутика такая важная в нашей работе, потому что мы работаем с инвалидами, в первую очередь, а не с простыми пассажирами, кто заходит, кто-то и садится. Интересного очень много. Мы узнали про этих собак. На самом деле, если бы я так первый раз приехал на подачу, я бы даже не знал, как себя вести в этом случае. Я думаю, почаще надо такие лекции устраивать. За 40 минут уже, в принципе, понимаешь, что надо, как надо. Однако основное, от чего стоит отталкиваться, это знание закона. А согласно ему, незрячий человек в сопровождении собаки-поводыря имеет право на беспрепятственный доступ ко всем общественным местам и может свободно пользоваться любым транспортом. И на сегодня это все. С вами был Владимир Крупенников. Пишите нам, звоните. Адрес и телефон на экране. 115 184 Москва, улица Большая Татарская, дом 33, строение 1. Наш телефон 8 495 656 05 91. Электронный адрес, фактор жизни, собачка, яндекс.ру. Архив программы на сайте инва.тв и на сайте ТВ-Центр. Всего вам доброго. Увидимся ровно через неделю на канале ТВ-Центр. Редактор субтитров А.Семкин